Коллеги, доброе утро! Начинаем с конференцией «Далогов и изменения 2016». Какие подарки ждут бизнес после Нового года? Сегодня расскажут Александр Чумах, руководитель штаба, президент Ассоциации честных работодателей и Олег Рыгнов, руководитель юридического департамента Ассоциации честных работодателей. Здравствуйте, еще раз вам. Добрый день, друзья! Хочу поздравить вас с настоящим категорическим проществом. Так уже появилось, что мы празднуем все праздники, в том числе и те, которые празднуют наши друзья, коллеги. Еще в прошлом году, 28 декабря, мы вспомним, что принимался Новый Кривец тоже в подъездочке, тоже практически в таком же режиме. В этом году мы имеем практически все то же самое, с самой единственной разницей, что это произошло немножко раньше, не 4 дня, что уже и с прогрессом. Почти. Итак, что же мы получили подъем? К сожалению, сказать достоверно о том, какие изменения будут вступать с 1 января, даже на данный момент невозможно. То есть мы будем говорить о том, что мы знаем из голосования, потому что я следил за голосованием онлайн, но даже на данный момент на сайте Великобритании рады отсутствует тот вариант Нового кодекса, который был проголосован. Поэтому мы можем догадываться только, какой окончательный вариант будет внесен к Европе. Тот и будет официальный. Если взять конкретно упрощенную систему налогобложения, ради которой мы затевали нашу борьбу, чтобы ее сохранили, то эта борьба по факту началась уже 18 января, после предыдущих изменений. В декабре месяце нам даже пришлось создать штат для создания коалиции по защите упрощенной системы налогобложения. И наша борьба была не напрасной. Нам удалось малой крови отстоять упрощенную систему налогобложения. Она осталась, она сохранилась, не совсем в том виде, в котором она была. Но, тем не менее, предприниматели смогут, как минимум, по нашей оценке, в ближайшие полгода работать спокойно. Значит, какие изменения конкретно касались упрощенной системы налогобложения? Это для третьей группы был ограничен потолок для годового оборудования. С 20 миллионов до 5 миллионов. И также поднят налог для этой же группы, единый налог на 1%. То есть те, кто платил 2% ЕДС, будут платить 3% ЕДС. Те, кто платил 4%, без ЕДС, будут платить 5% без ЕДС. Таким образом это повлияло на упрощенцев, конкретно в цифрах. Начнем с того, что аргумент, что снижение с 20 до 5 миллионов оборотов позволит устранить некие злоупотребления, на самом деле не совсем, скажем так, корректно. Почему? По статистике 2014 года, мы пока не можем говорить о статистике 2015 года, ее пока нет, она появится в цепи в феврале. Таковых упрощенцев, которые имели оборот от 5 до 20 миллионов, было всего 0,05% от всего количества упрощенцев, которые зарегистрированы на 1 января 2015 года. То есть это очень изначительная часть субъектов, которых можно подозревать в том, что они таким образом оптимизировали свою налоговую обложку. И обрезка до 5 миллионов, по сути, существенно не сократит количество таких упрощенцев. Это первое. Второе. Если взять повышение оборота, налога, единого налога с оборота на 1%, вроде бы безобидная цифра, но складывается очень интересная ситуация. Мы посчитали, что это будет значить цифр. Напомню о том, что с 1 января снижается на до 27% единый социальный взнос. Якобы это один из аргументов, который позволяет компенсировать увеличение единого налога на 1%. Но на самом деле, если взять в абсолютных цифрах и сравнить будущий год и текущий год, то только до 250 тысяч оборота для предпринимателей фактически налоговая нагрузка не растет. Все, что выше 250 тысяч оборотов в год, увеличивает налоговую нагрузку за счет этого 1%, потому что это 1% от оборота, от всего вала денег, который получают упрощенцы за год. Таким образом, налоговая нагрузка за счет этого на третью группу увеличивается от 11% до 23% в зависимости от оборота. То есть для оборотов, например, полмиллиона в год это 11%, для оборотов 5 миллионов в год это 23%. Это позволяет говорить о том, что существенное снижение единого социального взноса до 20% не будет иметь большого детенизирующего эффекта. То есть в сложившейся экономической ситуации предприниматели все равно будут считать и все равно должны будут каким-то образом минимизировать свои затраты. А среди этих затрат, как я уже сказал, единый налог, который возрастет для третьей группы. Кроме этого, налоговый кодекс абсолютно не устраняет дискрецию и таким образом снижение ЕСВ до 25% не будет иметь существенного детенизирующего эффекта. Что такое дискреция? Дискреция это право государственного чиновника, в частности налоговика, на свое усмотрение в большом разбеге сомневаться в размерах налогов, которые плачут налогоплательщики. То есть, к сожалению, налоговый кодекс позволяет не признавать ту сумму, которую налогоплательщик заплатил, и дополнительно начислять штрафы и дополнительное взыскание для уплаты их бюджета. К сожалению, эта дискреция данным новым кодексом не устраняется. Кроме этого, у нас есть очень неприятный факт, связанный с возмещением конденсии. Я хочу передать слово коллегу Драгунову, руководителю департамента юридического ассоциации, который более профессионально расскажет о тех изменениях, которые вносятся новым кодексом. Опять же, мы их делаем на основании пока что публикаций не официального сайта Верховной Рады, а из профилевых источников, которые занимаются вопросами аудитов и ВДР. Добрый день. Сразу, раз Александр закончил НДС, скажу об НДС, что вводится. Вводится две группы. То есть экспортеры до 40%. Будет введена электронная очередь, якобы электронная очередь на возмещение НДС. Две электронные очереди. Будут в первую очередь экспортеры до 40% оборота, ну, экспорта. И вторая все остальные. То есть, в связи с чем это отводится, ну, в связи с наряду, еще и непонятно, как это все будет происходить и зачем это все делается. Ну, такое предусмотрено. Что касается единого налога, то, как Александр уже сказал, первая-вторая группа осталась без изменений пока и на третьей добавляют 1% отбавого налога. Что здесь хочется сказать и обратить внимание, что в действующем сейчас налогом подексе остается норма, что вторая группа с 1-го, говоря, 16-го года при достижении миллиона должна будет приобрести кассовый аппарат. То есть, если на сегодняшний день это касалось только третьей группы, то с 1-го января 16-го года это уже касается и второй группы, где большинство предпринимателей. То есть, при достижении оборота в миллион, а у них сейчас ограничение в полтора миллиона, то есть миллион достиг, покупая аппарат в кассовый и статус. То есть, непонятно. Норму пока месяц никто не убрал, и она действующая. Это что касается 1-го. Снизилась ставка ЕСВ, предположительно, до 22%. И совсем убрали ЕСВ с заработной платы работы. То есть, с одной стороны, это хорошо, вроде нагрузка на фунт оплаты труда уменьшилась, но опять-таки работники, заработной платы, которую платил каждый со своей зарплаты, платил 3-6% ЕСВ, который и шло ему на больничные и так далее. То есть, получается, работник не платит эти налоги, или нет, работодатель не удерживает. Хотя, если посмотреть с налогом на доходы физлиц, то есть, они с 15% увеличили до 18%, можно предположить, что эти 3% они просто-напросто вложили, переложили в подоходы налогов, так по-старому говорится. Немножко поменяется метода расчета. Тогда раньше ЕСВ удерживалась, потом за минусом ЕСВ вычислялся податок на доходы. Сейчас, получается, ЕСВ с зарплаты не надо удерживать, а сразу 18%. У меня сначала военный сбор остается, он, как и был, 1,5%, а потом с этой же зарплаты удерживается 18%. То есть, в данной ситуации работодателю легче не станет, и работнику будет все равно, так как общая сумма начисления приблизительно останется такая же, как и был. Поэтому, на мое мнение, что работодатель в данной ситуации получит немножко посладения на фонд оплаты труда, но массово не будет выведения из тени зарплаты. То есть, люди как платили в конвертах, так, в общем-то, и будут платить, и будут смотреть, что же было дальше, какая будет ситуация. То есть, что у нас? По-единому увеличивается где-то в один и восемь раз за ставки для единщиков сельхоз-воробники. То есть, там есть разные градации, кто занимается башней, и так далее, и так далее. Там немножко все поувеличилось, и процентная ставка у всех увеличится где-то на один и восемь. Поэтому, что еще? Акциз. Очень увеличивается акциз. То есть, где-то 40 процентов, 50-40 процентов увеличивается акциз на налог. То есть, это ведет к удорожанию, опять-таки, электрородочных, табачных, бензина. Опять нас ждет подорожание. Ну, клава алкогольные, там, вина и так далее. Другими словами, знаете, как Тома, не только когда сыну отца спрашивает, когда водка подорожает, так папа, мы будем, ты будешь меньше пить? Нет, вы будете меньше ездить. Кроме этого, очень интересный момент, что во всем мире падает цена на нефть, но в связи с повышением акцизов, мы все равно останемся на том же уровне цены бензина, которые, по сути, очень, ну, парадоксально является. Наши прогнозы, чтобы ближайшие полгода, мы думаем, что все-таки правительство не оставит попыток для того, чтобы модернизировать, в кавычках, упрощенную систему налогового обложения. И все будут попытки опять ее усложнить, она и так у нас уже не упрощенная, а укращенная, как ее называют. То есть будут попытки ее усложнить, опять попытки вести кассовые аппараты, аргументируя это борьбой с контрабандой и борьбой с нелегальным оборотом. Хотя на самом деле правительству надо было бы определиться с концепцией, куда мы идем. Либо мы боремся за то, чтобы у нас не было бедных, либо мы боремся за то, чтобы у нас не было богатых. Вот пока что у нас концепция вторая. То есть государство борется с тем, чтобы у нас не было богатых и хочет вести учет. Но никто абсолютно не думает над тем, как сделать таким образом, чтобы бизнес стал богатым в весе. И тогда, в принципе, вопросов с укладами налогов и с установкой тех же кассовых аппаратов не будет. Хочу остановиться на вопросе, который постоянно является раздражителем. И многие чиновники говорят о том, что упрощенная система налогообложения, это, к сожалению, только украинская, так сказать, нау-хау. Нет, это неправда. Я специально поднял аналитику USAID, лидерство коммунического гряду, которое было сделано в этом году. Я просто перечислю страны, в которых используется упрощенная система налогообложения. Это такие, как Болгария, Косово, Египет. Многочисленные африканские страны. Ну, понятно, что страны развивающиеся. Далее, это Россия, Казахстан, Танзания, Сирия. И дальше, Франция, Израиль, Испания, Италия, Аргентина. То есть мы видим, что даже развитые страны используют упрощенную систему налогообложения, как для развития именно малого предпринимательства. Более того, по мировой практике, сфера застосования спрощенного способа нарахования подарков, как правило, застосовывается при обороте до 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов, если взять наш курс, это приблизительно 25, 2,5 миллиона гривен. То есть в некоторых странах это является даже порогом для неуплаты в подарок. То есть до 100 тысяч гривен налоги могут вообще не уплачиваться. Такими странами, например, является Израиль. Там есть потолок оборота, с которым вообще налоги не берутся. Поэтому аргументация, что такой системы налогообложения в других странах не существует, на самом деле не правдивая. Они существуют. Это способ для того, чтобы действительно дать малому предпринимательству развиваться. И это очень серьезный стимул для снижения безработицы. Это способ самозанятости. Он относительно недорог, для того, чтобы создать рабочее место. Для этого большие вложения не нужны. И, как правило, государство не мешает таким способам самоорганизации. Более того, во всех странах развитиях это как раз и является фактически вкладом государства. То есть снижение уровня вклады налогов и вообще освобождение от налогов. Это фактически является государственной поддержкой. Малого предпринимательства во всем мире. Для того, чтобы предотвратить попытки уничтожения упрощенки в ближайшее время, бизнесу стоит серьезно задуматься над тем, чтобы консультироваться в усилии. К сожалению, мы неоднократно говорили о том, что, говорим постоянно о том, что у нас консультация бизнеса очень низкая. До 2% рентгеновочной. Это не позволяет существенно влиять на принятие ключевых решений касаемо государственной политики, содействия, развитию предпринимательства. Более того, бизнес должен принимать активное участие в реализации такой политики. То есть и ее формировать, и участвовать в ее реализации. Поэтому в ближайшие полгода и в дальнейшее время мы посвятим нашу деятельность усилиям для консолидации бизнеса, в частности Харьковской области. Такие процессы уже идут в других областях в том числе. Эта консолидация будет происходить на условиях горизонтального принципа. То есть мы не будем делать упор на формирование каких-то личностей, лидеров, от которых будет все зависеть. Наше движение должно быть абсолютно независимым от каких-то вертикальных структур, горизонтальных. Оно должно формироваться на условиях отсутствия конкуренции внутри. И главной своей целью ставить национальную консолидацию бизнеса. То есть создание бизнес-объединений на местах, где их нет. И увеличение количества состава членов тех бизнес-объединений, которые существуют, чтобы бизнес участвовал активно в этих процессах. Именно представители бизнес-объединений играют важнейшую роль в формировании такой политики, в влиянии на власть. Поэтому мы будем уделять существенное время, более существенное время. Опыт Харьковской области показывает, что это возможно. Напомню хотя бы начало года, когда нам удалось выдвинуть на пост обоснованного ГВК человека из бизнес-сообщества. На сегодняшний день я могу сказать, что проведя анализ, я понимаю, что это было очень несвоевременно. То есть мы это сделали, но посылок на тот момент было очень мало. При этом, к сожалению, эта должность была всего 4 месяца за представителем бизнес-общественности. И он так и не стал руководителем без представки ВОО, а значит, не мог существенно влиять на реформирование самой структуры ДФС. Второй опыт, это в мае месяце мы начали от ВОКС и компанию за то, чтобы дать возможность малым предпринимателям работать без кассовых аппаратов. Нам удалось отстоять эти права. И на сегодняшний день мы знаем, что при обороте до 1 миллиона предпринимателей могут не использовать кассовые аппараты. Ну и третий опыт, это опыт, который был в декабре, очень короткое по времени, уникальное по своим свойствам от ВОКС и компании, когда нам удалось буквально за 3 недели отстоять упрощенную систему налогообложения и опять же малой кровью ее сохранить. На данный момент нужно сказать, что тенденции следующего года, это объединение, о котором я сказал. Многие ставят вопрос по поводу возможностей следующего Майдана. Можно сказать, очень важный момент, это то, что на сегодняшний день нет смысла начинать какой-то новый Майдан. Должны быть и микромайданы, так называемые, и Майдан в первую очередь в головах, как я говорю. То есть мы должны понять, что мы имеем возможность влияния на власть. И такое давление на власть должно происходить везде, не только на уровне Киева, но везде. На уровнях городков, поселков. Мы должны иметь постоянно действующее движение, которое может в любой момент консолидировать свои усилия для того, чтобы решать конкретную проблему. Кроме этого, на сегодняшний день формируются экспертные группы, которые занимаются постоянным мониторингом законодательства, постоянным мониторингом лучшего именно мирового опыта и внесением предложений, в том числе на уровне законодательных, для того, чтобы формировать дальнейший, возможно, наилучший бизнес-климат в нашей стране. Это позволит привлекать инвестиции, позволит развиваться бизнесу. И мы надеемся, что буквально, может быть, уже через два года у нас не будет задать вопрос о том, каким же образом наполнять бюджет. Это позволит выводить бизнес из тени, таким образом наполнение бюджета будет формироваться за счет, в первую очередь, новых налогоплательщиков, которые на сегодняшний день налоги не платят. Но для этого, еще раз говорю, необходимо формировать такие условия для бизнеса, когда он будет заинтересован выйти из тени. К сожалению, на самом деле, силовыми методами вытащить бизнес из тени невозможно. Его загоняли туда последние 10-15 лет. Поэтому он там сидит очень прочно. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, вопросы. По поводу акцента. Такая больная тема. Вы еще и анекдот вспомнили. Да. Все-таки, по вашему мнению, зачем это делается? Вообще, повлияет ли это качественно на полную бюджету? Ну, у нас считается, что люди усиленно пьют, курят и покупают бензин. Поэтому за счет этого можно на полную бюджету. К сожалению, хочу огорчить. Люди, которые не смогут позволить себе дорогое спиртное, они перейдут на шмурняки на самокол. И все равно будут кипеть. Поскольку государство не занимается работой с гражданами в плане культуры питья, либо борьбы с алкоголизмом. То есть люди находятся в таких моральных условиях, что они фактически таким образом пытаются как-то, скажем так, сгладить внешнее впечатление от отсутствия реформ и состояния их жизни. То же самое касается сигарет. К сожалению, увеличение акциза придет к тому, что у нас просто увеличится уровень контрабанды. И поскольку таможня у нас на следующий день пока что еще не стала эффективным борцом с контрабандой, почему-то все считают контрабандой. С контрабандой у нас борются кассовые аппараты. Но можно сказать, что мы будем иметь переход людей на потребление некачественного спиртного, контрабандных и некачественных сигарет. И к сожалению, бензин у нас к сожалению очень далек от уровня качества, которое должно быть. То есть мы даже бензином заправляемся весьма подержим. Повышение акцизов придет только к тому, что доля такого бензина на рынке увеличится. Спасибо, коллеги. Есть ли вопросы о счет? Еще насчет Майзана и насчет микронных донатов и той акции, которую мы проводили в этой сочине. Сейчас есть необходимые, ну скажем там, что может послужить следующей необходимостью проведения этого нового акции? Такого рода акции являются частью от рук оси компаний. Во всем мире их используют именно для того, чтобы влиять на определенных стейк-фолдеров для принятия необходимых бизнес-урешений. То есть мы видим эти акции как часть большой компании, которая будет стремиться в первую очередь реформировать общую систему налогообложения. Сразу скажу, нашей ошибкой в данных акции была на том, что мы не опирались на подморство и помощь представителей среднего и крупного бизнеса. Именно тех, кто платит компенсию, тех, кто находится на общей системе налогообложения. У нас, к сожалению, и очень мало было координаций с теми же фермерами, которые на самом деле пострадали намного больше после принятия этого налогообложения. Поэтому мы должны налаживать связи с целевыми аудиториями бизнеса из других сфер и из другого уровня. Это общая система, это фермеры, это представители сфер бизнеса, которые на сегодняшний день тоже очень сильно страдают от принятия нового оборудования. Таким образом, мы сможем достигнуть более высокого уровня консолидации. И в этом случае власть будет сильнее прислушиваться к тем предложениям, которые мы вносим. Очень важный момент, что мы не выходим на площади и не приходим в кабинеты чиновников с требованием всех долой и просто что-то отменить. Мы всегда приходим с конкретными предложениями. Мы всегда говорим, что нужно сделать. Мы рассказываем по ситуации, какая она на сегодняшний день есть, что будет, если ничего не делать. И мы предлагаем решение, что нужно сделать, чтобы изменить данную ситуацию. По результатам мы решили пока посмотреть, как бы дальше развиваться ситуация. Потому что была речь о том, что приехать к министрам и там более как бы устраивать. Первое. Мы сейчас ждем официальной публикации версии нового кодекса, которую приняли. То есть все эксперты сидят и ожидают этого варианта. Потому что мы сейчас ведем свою беседу только на основании каких-то анализов предполагаемого варианта закона. После этого на сегодняшний день есть законопроект, например, тот же 33-37, который очень приличный и бизнесом поддерживается. Более того, разработчики этого законопроекта, услышав наши просьбы, они готовы на сегодняшний день оставить в покое упрощенную систему нового глагола. Вести мораторий на ее изменениях. Потому что люди работают в ней и хотят понимать, что, например, в ближайшие 3 года никаких существенных изменений нет, не будет. Это очень важно для развития бизнеса. Я точно знаю, что попытки внести этот законопроект, они не будут оставлены и разработчики будут дорабатывать этот законопроект. Но очень важный момент это то, что разработка этого законопроекта должна базироваться на макроэкономических показателях. Такие показатели можно взять, только находясь в кабинете министра. На следующие дни разработчиков этих показателей из кабинета министра никто не предоставлял. Если такие показатели будут предоставлены, то этот законопроект можно будет доработать с учетом необходимых изменений уже для принятия бюджета 2017 года. Мы должны выполнить нормы законодательства. Любые изменения налогов и сборов могут приниматься до 1 июля года, после которого они вступают в действие. То есть, если мы хотим, чтобы они вступили в действие с 1 января 2017 года, они должны быть приняты до 1 июля 2016 года. Вот наша задача разработать такой законопроект, обсудить его со всеми слоями бизнес-сообщества. Если будут поправки, предложения внести, внести в Верховную Раду и добиться его принятия до 1 июля. После этого мы можем говорить о том, что бюджетный процесс выходит в нормальное русло, и мы не будем под следующую елку 2017 года ожидать, что же там принять. То есть, бюджет должен подниматься нормально до, в рамках бюджетного кодекса, по-моему, в осень. До 15 сентября. У нас последние коды этого не происходят. Более того, эта практика была еще и в призначении владельца, о которой я поговорил, и эта практика осталась и сейчас. То есть, получается, что никаких существенных изменений не произошло. Спасибо, спасибо большое за то, что поделились мнением о том, что будет происходить дальше. С наступающим Новым Годом! Спасибо. Поздравляем всех с наступающим Новым Годом! Прекреподимателям. Надеемся, что в следующем году у нас таких потрясений не будет, и все, в принципе, зависит только от нас. Поэтому мы призываем бизнес, если вы не являетесь первым ассоциацией, какой-либо, найти то ассоциацией, если вы хотите создать ячейку там, где ее нету, мы готовы в этом помогать. Поэтому обращайтесь. Спасибо большое. Спасибо большое.